Всем огромный привет! Рада всех видеть на канале! Сегодня я хочу вам показать свои пустые баночки, которые я использовала в августе месяце. Как всегда, давайте сначала поговорим об уходовых продуктах, ну а потом я вам покажу целую гору парфюмерных пустышек. Первый продукт, который меня очень заинтересовал и покорил, в прямом смысле этого слова, это вот такой вот гель для душа, эксфолиант с ароматом манго от компании Вроше. Как заявляет компания, что это концентрированное средство и баночки в 100 мл хватит на очень-очень долго. Действительно, гель просто потрясающий. Здесь помимо концентрированной текстуры, здесь еще и концентрированный аромат. Он настолько классный, сладкий, экзотический, что когда моешься этим гелем, потом еще на протяжении некоторого времени кожа прекрасно пахнет. Данный гель не пересушивает. Если его использовать, допустим, в целях для бритья, то это средство, оно просто шикарно. Его наносишь, немножко его начинаешь спенивать мокрой рукой, и получается такая гелевая текстура на коже. У меня муж просто попросил приобрести ему такое средство вместо геля для бритья, джилет. То есть он сказал, что это намного лучше. Здесь есть такая заглушка, благодаря которой должно выходить мало средства. Ну, я как-то не научилась экономично пользовать. Когда я надавливала, средство у меня выходило, и, наверное, выходило чуть больше. Но все равно мне данного продукта хватило на очень-очень долго. Классный, очень-очень классный. Буду повторять. Теперь я как-то хочу уходить от обычных гелей и переходить именно на такие. Теперь давайте поговорим о волосах. Еще один крутой просто продукт от компании Reflame. Шампунь Love Naturals. У меня идет с мятой и лимоном. Какой же он классный. Он потрясающий. Он тоже экономичный. Он промывает абсолютно любые волосы. Лучше, конечно, промывать данным шампунем два раза. Можно не использовать никакие кондиционеры. Потом нанести сыворотку, либо какое-то масло. И волосы будут выглядеть потрясающе на протяжении двух, трех, четырех даже дней. Никогда у меня такого не было. Всегда волосы жирнились где-то на второе, может быть, там даже на первый день к вечеру. Но этот шампунь это просто реальное спасение. И вообще, шампуни прозрачные от Reflame, именно серии Love Naturals, они классные. Рекомендую. Несмотря на то, что у меня очень тонкие волосы, осветленные, этот шампунь их не сушит. Он их увлажняет. В общем, вообще крутой шампунь за копейки. Я покупала, наверное, рублей за 110, может быть, за 120 по акции. И теперь жду еще акции, чтобы прикупить данных шампуней. Следующий шампунь, который я считаю очень проходным, это Шаума Пушап Объем. Вот от этого шампуня к вечеру уже жирнились волосы. И даже, я бы сказала, жирнилась кожа головы. Он тоже не пересушивает, но он сильно очень утяжеляет. Поэтому такой шампунь я повторять однозначно не буду. Хотя цена у них примерно одинаковая. Это тоже такой бюджетный сегмент. Но я его однозначно не рекомендую. Все, давайте перейдем к уходу за лицом. Здесь у меня закончились тоже очень такие фаворитные продукты, которые я с удовольствием буду повторять. Первое, что хочу вам показать, что мне безумно нравится на протяжении уже многих лет, это средство для умывания от компании Эван серии Иньо. Потрясающе просто ухаживает за кожей, смывает полностью весь макияж и не пересушивает кожу. На мне этот продукт не сильно пенится. Я считаю это преимуществом, потому что в такой текстуре кожа не повреждается сильно и не пересушивается. И все равно все свойства сохраняются для очищения лица в полном объеме. И как я уже сказала, когда пользуешься этим продуктом систематически на протяжении месяца, двух-трех, то невооруженным глазом видно, что кожа стала лучше. Не появляются никакие высыпания, не появляются морщинки. То есть, ну, действительно, потрясающее просто средство. Эта линейка, она идет в Эван антивозрастная, и я считаю, что она выполнена просто на 100%. Следующий продукт, который мне тоже безумно понравился, это уже компания Reflame, скраб армеладный, Love Naturals. Я не ожидала, что данный продукт я просто полюблю. Он будет у меня фаворитом. Когда его наносишь на очищенное лицо, то он дает такой небольшой эффект согревания. Он не будет держаться очень-очень долго. Нет, это где-то секунд 30, потом средство остывает. Но здесь достаточно хорошо выполнены скрабирующие частички. Они не испортят кожу, если она у вас, допустим, антивозрастная. Данный продукт хорошо отшелушит лицо, уберет все ненужное, и вы будете выглядеть великолепно. Очень понравился. Я думаю, что это лимитированное издание. Скоро данный скраб, мне кажется, уберут из каталогов. Поэтому, кто хочет хороший скраб, то обратите внимание, сейчас он будет по большой скидке идти в 12 каталоге. Теперь хочу показать рабочие лошадки, которые я очень часто приобретаю. Тоник лосьон от чистой линии. Ничего сверхъестественного не делает. Он хорошо тонизирует, и он подходит для чувствительной и нежной кожи вокруг глаз. Часто беру нежный аромат, нераздражающий. И еще один тоник. Это Naturals от компании Avon. Он мне не очень сильно подошел, потому что вот этот тоник, как раз-таки попадая немножко даже в глаза, он вызывает жуткую просто реакцию. Хотя лицо он тонизирует круто. На него хорошо ложатся абсолютно любые крема, сыворотки. Но вот только единственное, вот такая вот загвоздка. Нельзя, чтобы он попадал в глаза. Еще один кремушек от компании Compliment. Он идет для кожи вокруг глаз. 5 в 1. Большой объем. Здесь, по-моему, 25 или 30 мл. Хватило мне его надолго. Присылала мне его в подарок Лерочка. У нее был канал Рути Русь. Сейчас Лерочка не занимается каналом. Мне очень жаль. Ее потеря для меня это очень-очень тяжело. Очень любила ее обзоры. Напишите, девчонки, кто скучает по Лере. В общем, крем тоже очень-очень классный. Он бюджетный, но он рабочий. Он хорошо увлажняет кожу вокруг глаз. Я его наносила и на все лицо. Мне безумно нравилось. При возможности данный продукт я буду повторять. И теперь хочу показать вам продукты для рук. Мой любимый, просто наилюбимейший крем для сухой кожи от Кеа. У меня кожа не сухая, но иногда она почему-то начинает у меня как-то раздражаться. И я беру с маслом кокоса или с какао и использую. Тоже такие рабочие лошадки. Я знаю, эти крема многие любят и уважают. И крем, который у меня лежал в запасах не один год от компании Фаберлик. И он у меня даже просрочился. Я его использовала на ноги. И, кстати, он смягчал, он питал. Не было никакого неприятного запаха. Я знаю, телемитки компания Фаберлик часто выпускает. И их можно купить по бюджетной цене. Один продукт по уходу за телом это шариковый дезодорант от Гориньер Минералс. Данные дезодоранты просто превосходные. Особенно с вот этой вот зеленой крышечкой. Здесь и аромат классный, и по действию они крутые. Высыхают минуты 3-4-5. Я когда наношу, я похожу минутку где-то так. Потом беру салфетку, промакиваю. И тогда все просто круто. И дезодорант работает, и быстро получается, что он у меня сохнет. Также в использовании у меня сейчас вот такое вот мыло. Присылала мне его Светлана Виктори. Очень крутое. Вот действительно, одно из самых классных мыл, какие у меня только были. Светик, спасибо огромное. Я просто от него балдею. Потрясающе. И один негативный отзыв, даже я бы сказала предупреждающий отзыв, будет про зубную пасту от компании Арифлейм. Я знаю, что сейчас они их перевыпустили. Но здесь сохранились вот эти вот все надписи. От чего и для чего паста. Вот именно вот эта вот паста, которая содержит в составе хлорид натрия, она просто такая термоядерная. Она была гелевая, голубенькая, приятная на вкус. Но она настолько сильно отбеливала зубы, что из-за этой пасты у меня стали очень чувствительные зубы. И не только у меня, у всей нашей семьи. Зубы при прикосновении щетки, даже без пасты, вызывают такую болевую реакцию. Пришлось даже обратиться к стоматологу и использовать специальный гель, который дает возможность укрепить эмаль. В общем, будьте осторожны. Я не знала, что эта паста будет именно так мощно действовать. Поэтому у кого чувствительная эмаль, то будьте осторожны при использовании данной пасты. Я даже не знала, что у меня такая чувствительная эмаль. Как оказалось, что это так и есть. Впервые у меня такое происходит именно с зубной пастой. Ну и теперь осталось показать вам парфюмерные пустышки. Настолько у меня закончились именно крутые ароматы в этом месяце. Сразу говорю для всех тех, кто будет спрашивать, как я так быстро использую. Девчонки, использую я все это долгими месяцами, годами. И подходит тот момент, когда уже все заканчивается, и я вам показываю уже пустые баночки. Закончилась у меня Рината Сикритс от компании Фаберлик данную парфюмерную воду. Я какое-то время берегла. Я не планировала ее очень быстро использовать, но в связи с тем, что парфюмерия от компании Фаберлик, она быстро портится, мне пришлось поднажать. Классный, зеленый, свежий, фруктовый, акватический аромат. Здесь красиво также представлен сладкий аккорд в сочетании со свежестью, с пряностью. В общем, этот аромат, мне кажется, понравится многим. И он подойдет действительно многим. Причем, изначально, когда его наносишь, то он даже не вызывает каких-то бурных реакций, потому что все-таки старт у него состоит из черного перца, бергамота и цитрона. Кажется, это все по-простому, как-то незаурядно, что ли. Но когда раскрывается сердце из инжира, фрезии, листа инжира, водяной лилии, то начинаешь просто кайфовать от данного аромата. Я получала не раз комплименты, и у меня всегда тянулась рука к этому аромату. И когда в шлейфе начинался проявляться ветивер с серой амброй и с мускусом, то это все выглядело невероятно восхитительно. Поэтому данную парфюмерную воду я бы с удовольствием повторила, если бы у меня сейчас нечем было пользоваться. Но, возможно, когда-нибудь я ее куплю себе в использовании, чтобы опять вспомнить вот эти вот прекрасные эмоции. Еще один не менее классный аромат, просто эксклюзивный, который похож на дорогие ароматы из люкса, в частности на Нину Ричи Белла. И я считаю, что Букет Дежардин, он даже круче звучит Нина Ричи. Красивый, вкусный, тоже зеленый. Здесь есть фужерные аккорды. В этом аромате еще очень красиво раскрывается древесный аккорд в сочетании с такой же нежной мягкой пряностью. В общем, классный аромат. Данную композицию можно отнести именно к ревнивым ароматам. На старте он и заявлен в сочетании с черной смородиной и бергамотом. Ревень никуда не исчезает. Он остается на протяжении всего момента раскрытия аромата. В нотах сердца появляется замечательный горьковатый тюльпан, пион, роза, лютик, шафран. Ну а в шлейфе аромат усиливается, становится очень звонким и красивым за счет белой древесины, мускуса и кашмирана. В общем, кто помнит букет и жардин, то напишите, как вам этот аромат и скучаете ли вы по нему, потому что это уже, к сожалению, снятость. Следующий аромат, который влюбил в себя буквально с первого пшика, это флорет. Он у меня тоже был в таком замедленном использовании. И я его экономила, но потом я начала понимать, что у него начала портиться пирамида, и верхние ноты, они начали подтухать. Меня это не остановило. Я его доиспользовала. К счастью, все остальное было в полном порядке. Это свежий такой фруктовый тропический аромат с мускусным красивым аккордом. Мне нравится. Здесь также есть деревяшки, и когда наносишь данный аромат, то сразу же ощущаешь тропичность личия, бергамот, цветок апельсина проявляется. В сердце данный аромат для меня просто восхитителен. Красное яблоко, красная роза, пионы, ландыши, ну а в базе мускус, ветивер и сандал. Я его обожаю. Я знаю, его тоже очень-очень многие любят. Девчонки, не берегите его. При правильном хранении ему срок хранения год с небольшим, и он начнет у вас портиться. Самый быстро портящийся аромат. Но когда-то я его любила, наверное, вообще больше всех от компании Faberlic. Это by Valentin Yutashkin Rose. Восхитительный флакон. Сам аромат выполнен очень интересно. Здесь есть ноты, которые могут раздражать, которые могут вызывать головную боль. Но все равно свежесть, акватичность в этом аромате, она достаточно превосходная. Аромат очень-очень стойкий. На старте идут водяные ноты. Водяная лилия. В нотах сердце ландыш, пион, цикламен и груша. Но в шлейфе мускус. Я думаю, что все-таки сочетание ландыша, пиона и груши, они создают такую навязчивость, которая не всем нравится. Я в какой-то момент ловила себя на мысли, что у меня тоже так получается. Вроде бы как этот аромат дарит мне наслаждение. Но потом он раздражает. Потом он становится просто отвратительным. И вот он как раз, самый первый, начал протухать. Верхние ноты сбились. Пирамида была настолько какая-то непонятная. Я не понимала, где здесь пион, где цикламен, где мускус. Мускус в какой-то момент начал отдавать потливостью. И чем быстрее флакон у меня подходил к концу, тем он становился все хуже и хуже. И я рада, что наконец-то он закончился. Буквально последние пшики. Мне пришлось распылить даже на шторы, потому что невозможно было уже наносить его на себя. Также у меня закончился еще один розовый аромат из недорогого сегмента от компании Faberlic. Это Boom Couture. Вот такой вот милый флакончик. Но этот аромат, он в какой-то момент стал для меня достаточно интересным. Меня манила его сладость. Она была какая-то даже пьянящая. И я наслаждалась этим ароматом. Этот аромат, он имел такую интересную возможность трансформироваться из одного состояния в другое, а потом возвращаться опять в первое. Я не знаю, почему так получалось, но на мне он работал именно так. Здесь прекраснейшая пирамида. В верхних нотах идет земляника, клубника, ежевика, бергамот. Но по мне так они были очень даже химозные, эти верхние ноты. Когда появлялся цветок тиаре в сердце с ванильной орхидеей, с фрезией, то все, верхние ноты становились более реалистичные. Они начинали вливаться в ноты сердца, и все становилось очень даже превосходно. В шлейфе аромат проявлял себя красивым мускусом и кедром. И я наслаждалась данной композицией просто очень-очень долго, потому что на мне он держался максимальное время. Я даже порой хотела его в какой-то момент смыть, нанести что-то другое, но все равно донашивала его до конца. Следующий не менее позитивный, но классный аромат из серии «Фрут истории». Вот такая вот малютка. Этот аромат я использовала исключительно в домашнем обиходе. Мне нравится его тоже сладость, тропичность, также акватичность, озоновость. Ну, интересный такой аромат. Он давал мне возможность как-то поднять настроение. Манго, дыня и личин в старте. В средних нотах водяные, зеленые ноты, цветочные ноты. А в шлейфе персик и малина. Я не ощущала здесь персика, я не ощущала малины, но в целом какую-то такую экзотическую композицию я чувствовала, и я прям пыталась от нее кайфовать. Это такой компоттик именно экзотический, как такового прям шлейфа, за которым вы бежали. Я этот аромат абсолютно не чувствовала, но приятные все-таки ощущения он тоже вызывал. По-моему, данный аромат сняли с производства, хотя мне кажется, что это именно одно из удачных исполнений от компании Фаберлик. Еще один аромат, который я раньше терпеть не могла, но потом в него влюбилась, это от Донна Феличи цитрусовый, фужерный, зеленый. Я, когда его приобрела, это было, наверное, года два, я сразу же ощутила корзину спелых, сочных мандаринов, но они были с какой-то такой непонятной химозной ноткой, которую, скорее всего, давали бархатцы, даже, я бы сказала, аптечность, что ли, в нем проявлялась, но потом этот аромат постоял, и он стал прекрасным, он стал каким-то игривым, как будто сюда добавили вот этих вот пузырьков газировки, и вот он стал именно такой вот взрывной. В этом аромате заявлена пирамида на старте, мандарин, лимон, бергамот и зеленые листья, в нотах сердца бархатцы, ландыш и роза, а в базе тиковое дерево, ветивер, амбра и мускус. Но этот аромат для меня все-таки пах новым годом, исключительно одними только мандаринами, как я уже сказала, с пузырьками взрывными, и ничем более. И потом я этот аромат начала носить весной и летом, и я поняла, что он универсальный, он классный, и он действительно просто потрясающий. Вот такие вот у меня ароматы закончились, и в целом пустые баночки за август месяц. Напишите свое мнение, чем вы сейчас пользуетесь, ну и не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Всем вам удачи, здоровья и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!